Всем большой привет! В этом видео я хочу заснять для вас подарки, которые я сделала или буду делать для своих родных и любимых мне людей. Хотя многие вещи здесь очень банальные и простые, как ни странно, но в любом случае не только же снимать видео о покупках для себя любимой, можно как-то все это разнообразить. Если вам понравится это видео, то дайте мне знать. У нас впереди майские праздники, будут встречи с родными и близкими людьми, еще буду кое-что докупать. Итак, давайте же начнем. Начну с первой вещи. Это электрическая бритва для своего любимого мужа. Никогда у него не было электрической бритвы и всегда он брился жилетовскими станками. Мужчины очень часто балуют нас женщин, забывая о себе любимых и, ну, кто же, как ни женщины, должны позаботиться о них в таком случае. Поэтому я решила, если я ему это не подарю, то он, наверное, еще, я не знаю, лет пять не собьется и не купит. Выбор я остановила на лимитированной коллекции. Вот Браун, что-то все так, я не знаю, лаконично-черный дизайн. Хотя, конечно же, множество различных вариаций, начиная от ценовой категории, от двух тысяч и заканчивая, там, тринадцатью. Я, конечно, с мужской техникой вообще абсолютно не дружу. Это, наверное, как для мужчин. Наши навороченные фены с различными насадками, они не знают, что это для чего нужно. Что я, как бы, знаю уже, это устройство очистки и подзарядки бритвы одновременно. Сама бритва выглядит таким образом. Здесь есть три разных лезвия, чтобы волоски подлиннее задействовать, убирать, покороче, щеточки какие-то. Конечно же, мне было очень интересно с собой попробовать, и я немного попробовала на своих ногах. Очень щекотливое ощущение, кстати. В общем-то, здесь он работает на аккумуляторе. Можно брать его с собой куда-то в поездку. Очень удобно в этом плане. И можно еще воспользоваться от сети. Также есть такой удобный чехольчик. Прилагается вот эта жидкость, какой-то картридж сменный. Есть также и маленькая щеточка, чтобы можно было все здесь вычищать. В общем-то, супер! У меня муж действительно был очень доволен. Станок обычно у него был с различными вот этими сменными кассетами. И, к слову говоря, сначала я хотела купить какой-нибудь станок ему более современный. И взяла вот такой набор, с которым можно креативить. Здесь тоже различные насадки есть. Он и для лица, и для темы, для других участков. С этим набором, если правильно им владеть, можно сделать различные себе и бакенбарды при желании, и просто усы. И, в общем-то, как мужчина любит делать здесь различные бородки. В общем, набор для, скажем так, мужского креатива. Сколько себя помню, наверное, уже со старших классов школы, со студенчества я всегда покупала либо жилет станки, либо все вот эти средства до и после бритья. Ну, наверное, как и многие из вас, это настолько банально, но все равно это осталось все актуально. И, в общем-то, для папы я взяла еще вот такой набор. Родители у нас живут не с нами в одном городе, и мы видимся, ну, где-то с периодичностью раз в месяц. Стараемся покупать какие-то подарочки. Поэтому в следующий раз, когда мы поедем, это будет, наверное, уже только на майские праздники, я уже приготовила один из подарочков. Как написано, здесь революционно комфортное бритье, даже против роста волос, какая-то микрорасческа, в общем-то, кассеты и все такое. Ну, в общем-то, достаточно такой неплохой, я думаю, станок, и на смену папе очень даже пригодится. Дальше для своей подружки я купила средства от Вэла. Шампунь, украшение непослушных волос и разглаживающий эффект. Бальзам ополаскиватель, разглаживает непослушные волосы для легкого расчесывания, тоже 500 мл. Они ей точно пригодятся, я знаю, что у нее все уже там заканчивается, и она постоянно пользовалась, вот сколько я ее знаю, уже со студенчества, она постоянно пользуется средствами Вэла, постоянно у нее какие-то лаки, пенки. Поэтому здесь уже 100% попадание, будет полностью комплект. Крем, мгновенный контроль непослушных волос и гладкая прическа надолго. У нее волосы после химии, она как раз хочет как-то это все уже убирать, и я думаю, эти средства должны ей будут помочь. Также для выпрямления и разглаживания волос при горячей укладке двоечку я взяла. Тоже крем для выпрямления волос, но из совсем другой серии. В общем-то, не знаю, посмотрит, что ей там будет лучше. Также мусс для волос, потому что она постоянно пользуется какими-то пенками при укладке. И обязательно лак для волос. Взяла я пятерочку посильнее. В общем-то, это я все скомпоную в один такой подарочек. Кто смотрит мой канал, наверное, с самого начала, то вы знаете, что я постоянно на протяжении уже нескольких лет пользовалась шампунями и бальзамами от Pantene. И в основном всегда я брала либо увлажняющую серию, либо серию густые и крепкие. Очень она мне нравилась. Несмотря на то, что здесь есть SLS, они мне идеально подходили. Мне нравятся у них запахи, мне нравятся ощущения волос после мытья. Ну, в общем-то, все устраивает за эту ценовую категорию. Сейчас я заканчиваю свой салонный уход. И у мужа закончились все его шампуни. И просто уже взяла проверенные временем средства, но только взяла новую серию. Раньше никогда ее не пробовала. Увлажнение и восстановление. Шампунь и бальзам-ополаскиватель. Муж пользуется, как обычно, очень доволен. Он в этом плане вообще не привередлив. И я взяла для себя вот такой вот из этой же серии мусс. Или как это, я не знаю, суфле, по-моему, называется. Это что-то нечто новенькое. Буквально, когда это все выдавливается на руку, выглядит как взбитые сливки, которые хочется скушать. Запах просто обалденный. Я не знаю, я обожаю запахи. Они, конечно, косметические, но они потрясающе вкусные. Мне очень нравятся. После душа, перед укладкой, я наношу вот это суфле. Тем более, если волосы как-то плохо расчесываются, то идеально он смягчает. И уже можно приступать к укладке для того, чтобы, ну, как-то волосы лучше принимали форму. В общем-то, в целом, я пользовалась, правда, только пару раз еще им успела. Но очень-очень осталась им довольна. И также масочку, которую я тоже пробовала только еще пару раз успела. Маска интенсивное увлажнение за 2 минуты. Обалденный просто. Девчонки, 2 дня держится приятный запах от волос. В первый день он просто окутывает меня. Может быть, я одна такая люблю вот эти вот все запахи у них. Поэтому пишите, кому они так же нравятся, как и мне. Ну, я не знаю, я просто с них обалдею. Действительно потрясающий запах. И как маска хорошо работает. Разглаживает волосы, делает их мягкими, шелковистыми. Как ни крути, если я пробую что-то натуральное, но все равно к таким вещам возвращаюсь. Я иду в магазин и прямиком беру. И не задумываясь, я знаю, что да, все, для волос, мне там нужно понтины и ничего другого. В общем-то, получилось такое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите, какие подарки обычно делаете вы. Если вам что-то хочется сделать приятное для человека. Либо, когда действительно вы встречаетесь со своими там родственниками, друзьями. Либо на какие-нибудь такие мелкие праздники. В общем-то, будет интересно почитать. Всем спасибо за ваше внимание. Любите своих родных и близких. Дарите им чаще различные подарки. Выделяйте внимание. И всем вам пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.